Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия. С вами Руслан Жукаев и коротко о главном. Патриотическое воспитание подрастающего поколения и подготовка жителей региона к военной службе. Сегодня подписано соглашение между правительством республики и ДАСААФ. В парламенте Карачаева и Черкесии прошла 29-я сессия. В двух чтениях принят проект закона социальной поддержки отдельных категорий ветеранов. Соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Сегодня в Черкесии прошел рейтер-разъяснительная работа с гражданами. Книга, история, культура, память. Под таким названием в республике прошла Всероссийская научно-практическая конференция. Сегодня глава Карачаева и Черкесии Рашид Темрезов и председатель ДАСААФ России Александр Калмаков подписали соглашение о сотрудничестве между правительством республики и данной организацией. В республике делается многое по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения и подготовке жителей региона к военной службе. И подписание соглашения будет еще одним шагом по совершенствованию данной работы. Мы намерены выбрать лучшие практики и вывести нашу работу на принципиально новый качественный уровень, обеспечить максимально полный охват молодежи региона, сказал глава республики. В следующем году отмечаем столетие нашей республики и 95-летие создания ДАСААФ. Мы договорились с Александром Петровичем о совместных мероприятиях не только на территории Карачаева и Черкесии, но и в городе Москва. Поэтому, Александр Петрович, спасибо вам. Спасибо вам за теплое отношение к нашей организации. Мы отбатрачим региональное отделение ДАСАФ России, Карачаева и Черкесии. Я еще раз подтверждаю, это инструмент в руках главы субъекта в решении всех социально значимых задач на территории республики. Спасибо большое. Сегодня в формате аудиоконференции прошла сессия Народного собрания. На очередном пленарном заседании рассмотрели 16 вопросов. В двух чтениях принят проект закона о внесении изменения в закон о Карачаево-Черкесской республике о социальной поддержке отдельной категории ветеранов. Дополнена категория граждан, имеющих право на меры социальной поддержки. Сюда также входят инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. Для вышеуказанных категорий граждан устанавливается дополнительная мера социальной поддержки по бесплатному изготовлению ремонту зубных протезов. Согласно федерального закона, бывшие узники концлагерей по мерам социальной поддержки, предусмотренным для данной категории лиц, фактически приравнены к ветеранам войны, но не подпадают под действием федерального закона о ветеранах. Установлено, что право детей войны на получение мер социальной поддержки подтверждается паспортом гражданина Российской Федерации, рожденного на территории бывшего Советского Союза в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года включительно. Сегодня в Черкесске прошел рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. В разъяснительной работе с гражданами приняли участие представители мэрии республиканской столицы, органы исполнительной власти и сотрудники ГИБДД. Подробности узнаете у Мурата Джанкезова. В связи с ростом числа заболевших коронавирусом в республиканской столице возобновились рейды по соблюдению масочного режима и другим ограничительным мерам. Сегодня представители госорганов не составляют протокол об административном правонарушении. Общение с пассажирами носит исключительно доброжелательный и рекомендательный характер. Уважаемые пассажиры, пользуемся СИЗами, антисептиками, перчатками. Сейчас проводятся мероприятия профилактические, связанные с профилактикой распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Проверяется масочный режим. Вы видели, что часть водителей в маске, к сожалению, некоторые без маски. Мы проводим разъяснительную работу, чтобы люди соблюдали масочный режим. Специалисты разъяснили пассажирам цель мероприятия, напомнили о мерах профилактики коронавирусной инфекции, требованиях антиковидного законодательства и об ответственности за его неисполнение. В целом пассажиры отнеслись с пониманием к необходимости усиления мер профилактики коронавируса. Сегодняшнее рейдовое мероприятие посвящено работе в общественном транспорте в городском, с водителями, с пассажирами на предмет соблюдения масочного режима. Мероприятие также направлено на напоминание жителям о том, что ситуация остается напряженной, не самой благоприятной, и о строгом необходимости соблюдения масочного режима и использования средств индивидуальной защиты. Рейдовые мероприятия по соблюдению масочного режима будут продолжены не только в столице республики, но и в других городах и районах Карачаева-Черкесии. Мурач Антезов, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаева-Черкесия. Вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 25 903 человека. Из них 22 868 выздоровели, 807 человек госпитализированы. Сейчас время прогноза погоды, и после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков, ночью и утром туман. Ветер юго-восточный и 5-10 метров в секунду, и порывы до 11-14. Температура ночью плюс 1-6, в горах минус 4 плюс 1, а днём 9-14 выше нуля и местами до плюс 9. В Черкесске без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, и порывы до 14. Температура ночью 3-5, а днём 11-13 градусов тепла. Спешите! С 18 сентября в Кисловодском цирке уникальная программа «Экзотик-шоу Али Врувер». Информация на сайте циркусдефискисловодск.ру. Касса 2-96-58. Яркие образы в новой коллекции шут и пальто. Рассрочка на весь ассортимент. Всегда низкие цены. Ветские меха. ТЦ «Панорама. Первый этаж». Книга «История, культура, память». Под таким названием в Республике сегодня завершила свою работу Всероссийская научно-практическая конференция, приуроченная столетию образования Карачаева Черкесской Республики. Она собрала вместе ученых, практиков, исследователей со всего юга России. Инициатором мероприятия выступил Республиканский музей-заповедник при поддержке Министерства культуры. На конференции побывала и наш корреспондент Шерифат Лепшокова. Как сделать так, чтобы культурное наследие стало частью каждого человека? Эта тема стала лейтмотивом встречи. Об этом на предваряющие события пресс-конференции говорили министр культуры Зурапа Гербов и руководитель Республиканского музея-заповедника Хаджимурат Эльканов. Рассказали они о том, что уже сделано в республике на сегодняшний день. Так готовится проектно-сметная документация по реставрации Республиканского театра. В музей-заповеднике появятся новые залы. Реализуется и проект «Пушкинская карта», но не так активно, как хотелось бы, говорит Зурапа Гербов. Из 50 тысяч ребят в республике ее оформили только 4,5 тысяч. Участники проекта смогут бесплатно посещать выставки, концерты, спектакли, выезжать в соседние регионы. Но при всех усилиях все еще важнейшей проблемой остается борьба за умы подрастающего поколения, как привитим любовь к традиционной культуре. Как тяжело сегодня нашего молодого человека, ребенка отвлечь от гаджетов, как очень легко информационный поток вымывает наши традиционные ценности, как они подменяются очень яркими, очень профессионально сделанными картинками, видеоматериалами, в которые реально миллиарды долларов вложены, чтобы эта система работала. Потому что сейчас, как вы знаете, мир борется за внимание. Внимание людей, внимание в социальных сетях – это сегодняшняя валюта, это сегодняшняя нефть. И вот как вот в этом мире нам с нашими очень редкими, очень ценными сокровищами культуры быть, как правильно с ними поступить, чтобы они не потерялись вот в этом потоке. Вот об этом, если в общем говорить, сегодняшняя наша конференция. Попытались охватить этим названием конференции всю сферу, наверное, культуры, где здесь и книга есть, и история, и память, и культура. Все вот эти четыре слова, они объединяются в одно единое целое. И мы со своей стороны стараемся делать все, чтобы учреждения культуры, не только музеи, но и библиотеки, филармонии, театры, они собирались на таких мероприятиях, и живое общение, наверное, ничто не заменит. Перед началом пленарного заседания с приветственным словом к собравшимся обратился министр по делам национальности и массовым коммуникациям и печати Альберт Кумуков. Он рассказал о работе ведомства по сохранению культуры Кавказа. В прошлом году министерством была издана книга сказок народов Карачаева-Черкесии. Имевшая большой спрос, в этом году она вышла еще одним тиражом в тысячу экземпляров. Альберт Кумуков выразил надежду, что конференция будет способствовать дальнейшим добросистецким отношениям. Отрадно видеть вас всех здесь, в Карачаево-Черкесии, в это непростое время, период пандемии. Данная конференция актуальна, важна, особенно в период, когда в следующем году мы празднуем 100-летие нашей республики, мы все должны говорить, показывать миру другим субъектам, другим народам и вообще говорить о нашей культуре, традициях, о памяти. В свою очередь, ректор Качегаута Султан Узденов рассказал об усилиях университета по приобщению студентов к литературе народов Северного Кавказа. Ими был выигран грант. Буз софинансировал, и теперь лучшие ценители поэзии посетят места, где жили прославленные поэты – Расул Гамзатов, Алим Кишоков, Ислам Крым Шамхалов и Кайсен Кулиев. За два дня конференции, которая проходила в Черкесске, а затем в Сибирде, в Доме музея Ислама Крым Шамхалова, с докладами выступили десятки специалистов, подвижников своего дела. Подключились к работе онлайн и два десятка ученых из Москвы, Подмосковья, Татарстана. Екатерина Захарова – директор Ставропольской библиотеки для слепых и слабовидящих. Рассказал об их миссии – сделать для своих читателей доступным информационное пространство. Главный библиотекарь Хасавюртской центральной городской библиотеки Зумруд Курмагамедова говорила о литературном наследии Расула Гамзатова. И не случайно – их учреждение носит его имя с 2002 года. Тогда почетным гостем мероприятия был сам поэт. Масштабная конференция стала первой в череде последующих, которые будут также приурочены столетию со дня образования республики. Шрифат Лепшокова, Али Бустанов, Вести Карачаева, Черкесия. Завтра на нашем канале в 8 утра премьера рубрики «Следствие СКР-09». 19 апреля в Черкесске было совершено нападение на помощника Хабецкого межрайонного прокурора. Достал имеющийся у него при себе хозяйственно-бытовой нож промышленного изготовления и, подойдя со спины, приставил нож к передней поверхности шеи, посягая на его жизнь, попытался перерезать шею. Он проводил экскурсии, не имея прав на предоставление туристических услуг. Данное лицо нигде не зарегистрировано в качестве предпринимателя. Никакой разрешительной документации на предоставление туристических услуг не имело. В извести пропавшего уроженца станицы «Сторожевая» Павла Петровича Еремина разыскивают с января 2021 года. Находясь на участке местности, расположенной в 43 километрах южнее села Хасавт-Греческое и Зеленчурского района, шел в неизвестном направлении. Главная цель – не просто рассказать о преступлениях, а показать оперативное и качественное расследование. Напомним программу «Следствие СКР-09». Смотрите завтра в 8 утра. Это все вести на данный час. Удачных выходных и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова